В 2021 году Чувашия вошла в топ-10 команд Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Республика заняла третье место в реализации общественных проектов Приволжского федерального округа. Грантовую поддержку в регионе получил 41 молодежный проект на сумму более 30 миллионов рублей. Сегодня глава Чувашия Олег Николаев за особую творческую стремленность будущим специалистам вручил свидетельство о специальной стипендии. Студенчество. В глазах блеска, под глазами круги от бессонных ночей. У Татьяны Матросовой не минуты свободного времени. Учеба, спорт, волонтерство. У студентки золотой знак ГТО. Много идей и десятки проектов, среди которых есть реализованные, причем успешно. Мы реализовывали проекты. Вот, например, проект «Чуварский чемодан». То есть мы обучали чуварскому языку школьников, студентов в виде игры. Ежегодно тысячам представителей активной молодежи республики присуждаются специальные стипендии главы региона. Татьяна Лукаянова – одна из тех, кому награду присудили в этом году. Она победитель Международной студенческой конференции. С виду хрупкая Татьяна выбрала совсем не женскую профессию. Я вижу себя инженером-конструктором. Я уже работаю на ЭЛАРе, инженером-конструктором, но на полставки пока что, как студент. Молодежь Чувашии каждый год представляет республику на межрегиональных, окруженных, всероссийских и международных конкурсах. И каждый год в копилку республики приносят награды. Молодежь Чувашии, несомненно, проявляет очень креативный подход к организации жизнедеятельности республики. А самое главное, инициирует очень-очень много проектов. Молодежь – вечный двигатель прогресса. Благодаря новаторским идеям и предложениям молодых людей, их стараниям и достижениям, республика идет вперед. Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.